Сергей, приветствую тебя, поздравляю, очень яркая победа, очень яркий дебют, как тебе самому? Вообще по кайфу на самом деле, подготовка была нелегкая, преследовали драмы одна за одной, то одно, от одного избавляюсь, второе, третье, четвертое, но был намерен выйти все равно, как бы то ни было, настраивался, естественно настраивался на победу, но был готов к всему, была задача просто выйти и покайфовать, вообще почувствовать, потому что так получалось, что я-то вроде выступаю в ММА, но толком еще и не бился, вот это, грубо говоря, мой первый такой нормальный, хотя бы двухраундовый, да, 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 то есть я выходил как-то так, ну, не хочу никого обидеть, но, видимо, оппоненты как бы были, мы немножко разного уровня, ну, у меня получалось, наверное, так, выйти, выиграть, и вот сейчас я как бы понимал, что соперник у меня первое такое испытание, ну, я с такими как бы и не дрался, как Батрас, ему огромное уважение, Красавчик Ты сказал, задача выйти покайфовать, в принципе, выходил ты с танцем до поединка, закончил танцем после поединка, в целом, получилось кайфануть? Да, вообще, прям вот, вот последних, наверное, две недели я вот что делал, то я кайфовал, единственное, что вот неделя предпоследняя была, где были самые тяжелые нагрузки, мы шли, вот уже когда пик закончился нагрузок, я уже стал кайфовать, все, понял, что я самое сложное прошел, осталось просто выйти и как бы реально кайфануть Большая лига, домашний турнир, ты выступаешь против экс-чемпиона лиги, с психологической точки зрения, что это было для тебя? В какой-то период это как-то на меня давило, но, я говорю, я просто настроился кайфовать и мне было как-то спокойно, ну, то есть я был готов к любому исходу, конечно, не хотелось отлетать, единственное, ну, как бы, а так, просто хотелось реально подраться и вот, просто почувствовать, посмотреть, вот, ну, реально уровень оппонентов, ну, реально вот так перемахнуться от души Батрас не выступал с 2021 года, в тот год, когда ты только начал свою карьеру, можно сказать, ты еще новичок в этом деле Да, сто процентов Не знаю, чего ожидать от Батраса, к чему готовились, насколько это, может быть, вносило какие-то опасения? Сто процентов видел, что он бьет с рук, ну, реально, это по его боям понятно, даже по рукопожатию понятно, что рука у него тяжелая, вот у меня там сечка нормальная тоже, он мне Залепил Честно, планировал бороться, но он не дал мне как-то, не знаю, я то ли, не знаю, почему Ну, как ты же базовый вольник Грика Римская Грика Римская, смотри, момент, опять же, с психологической точки зрения, борец пытается бороться, у него не получается, что в этот момент у тебя в голове? Как-то, да, я думал, что еще как бы бой впереди, как бы борьба много сил отнимает и я почувствовал как-то, что где-то попадаю и не знаю, как-то чувствовал, что вот сейчас где-то должен попасть и сделать хороший вход То есть, я уже почти увидел, я ему попал и как бы стал уже добивать руками Ну, я бы все равно, ну, как бы искал, думаю, свой проход Ну, не всегда он сразу получается, там, посмотреть даже бои, там, Хабиба, там, не знаю, Кейна Веласкеса, они миллион попыток делать Главное быть функционально, как бы, готовым к этому, чтобы сделать, ну, 20-30 попыток или перевести Бой, в принципе, сразу пошел на высоком, ну, на высоких скоростях, на встречных курсах И казалось, что к концу первого раунда, может быть, и психологическое давление, сказалось, и авторитет Батраса в некой степени Казалось, ты чуть-чуть как будто подзадышал Было немного такое ощущение или в целом спокойно? Я, наверное, не столько подзадышал, я старался распределиться и где-то летел и натыкался на его удары И вот, наверное, как бы пара ударов меня остановила, я понял, что не нужно так прям опрометчиво лететь А где-то вот, ну, все-таки искать, искать и, как бы, ну, попадать уже потом, то есть, нащупав, как бы, дистанцию А я в каких-то моментах просто, как бы, опрометчиво летел и пропускал Ну, и, не знаю, по дыханию все хорошо, как бы, я не устал, я был готов, я же говорю, был готов бороться И поэтому по функционалу, как бы, ну, я был готов на три раунда Я так понимаю, что этот поединок бесконтрактно, скажем так, просмотр, входной бой Однозначно, после такой победы над таким оппонентом, я думаю, тебе предложат контракт Как ты видишь для себя дальнейшее развитие своей карьеры? Свяжешь ли ты ее с лигой AC? Вполне возможно, думаю, скорее всего, да Но мне нужно пообщаться с менеджерами Ну, в зависимости, какое предложение мне поступит И, в принципе, я рассматриваю, ну, как бы, себя просто в ММА, на самом деле То есть, я буду рад выступать в лиге AC, буду рад выступать в RCC Я там тоже выступал, там, один раз Мне там тоже очень понравилось В AC мне тоже очень все понравилось Там, организация, все, все круто, все на высшем уровне Поэтому, ну, как бы, я открыт, не знаю Буду общаться просто с тренерами, будем смотреть какие-то, ну, выгодные предложения, там, для меня Все-таки, как бы, бои боями, это же все-таки бизнес, в общем Дело, как бы, тоже в деньги имеют значение И в AC их достаточно, как минимум возьмем гран-при в каждой весовой категории Сейчас возьмем полутяжелый вес Наверняка слышал, я думаю, видел Как тебе, в принципе, уровень оппозиции там И в целом, в перспективе хотел бы принять участие в такого формата турнире Да, думаю, да Оппозиция, ну, сильнейшая в мире То есть, любой вес взять просто кругом, одни убийцы, реально Поэтому, считаю, что мне еще стоит расти и расти То есть, ну, я не знаю, как-то Пьяный любой, как бы, готов, реально Готов себя попробовать Мне самому интересно, то есть Любой спортсмен, любой человек там проигрывает, выигрывает Слава богу, мне сегодня повезло Я сегодня выиграл, там, кому-то не повезло, кто-то проиграл То есть, я готов себя пробовать везде, на самом деле То есть, ну, естественно, адекватно оценивая себя И, как бы, я там не буду громко бросаться, что я там всех там размотаю и так далее Я вижу прекрасный уровень, реально, пацанов, что мне еще стоит Ну, как бы, я еще салабан в этом деле, как бы, ну, как атлет, да Я понимаю, что я на хорошем уровне Но в ММА все-таки мне еще нужно учиться и учиться Тем не менее, я поздравляю тебя Прекрасный дебют на домашнем турнире Желаю тебе дальнейших успехов Спасибо большое